Теперь мы можем разобраться. Если мы имеем отношения, то A1, B1, C1 и C1. А, А? Что? Поилинер. Сейчас мы можем попробовать это. Как мы делали здесь, по тренингу. Таким образом, мы можем взять этот треугольник. Но, во время того, как мы делаем это, что предположение? Что мы знаем о точке A1, B1 и C1, в дополнительной квалификации? Что нам здесь нужно сказать? В дополнение так, что верхняя цель. На продолжение? Вы должны сказать, что другие точки лежат на тресках A1 и C1. То есть, здесь нужно предположить, что две точки лежат на сторонах, а одна на продолжение. Два точки лежат на сторонах. Таким образом, два точки. Два точки лежат на стороне. Есть несколько вторых elfов страны. Еще раз од상. Он домосовый? Таким образом? Два точки «о». И у нас есть старт квалификация. Тогда, точки здесь. Итак, давайте взяли точки. Я буду делать это... Это удобно взять один точек и взять точки на один оттенок и взять точки. И я покажу, что третья точка есть, мы имеем новую точку. Это, например, A, B, C, C1, B1, и это А1, и это А' 5. И теперь мы можем сказать, если... Но здесь есть одна точка, которая нужна какой-то... Может, это нужна какая-то точка. Таким образом, мы можем сказать... C1, B1... Мы имеем двое квалификации, как здесь. И они будут две... В одной квалификации мы имеем точку А'а, а не А1. Таким образом, это равные генерации. И мы можем дарить... Это рад-вwestское. Но это рабо-востое Парг Perd...! МGoable 위авливаем это. Мы должны знать, что мы Mosоя вместе... На раз onencias сборного центра. Но в это мы на частке... Но сейчас в Г-3, все идет на район. Мы не могли бы eyeshadow на на дальность какие-то парвия пока не эмоции. Але Hindi по эмоции сборного центра! Но здесь мы… И отсутcidos об аналии. В принципе, 0.8' можно попасть на экссенции, но я не знаю. Поэтому что я должны показать? У меня есть что-то напряге и я имею в виду, почему что означает, что, когда устраняется с одной стороны и внутренней точке с другой стороны, тогда сексуация находится на стороне, на стороне, не на стороне, но на стороне, на стороне. Как вы это делаете? Have you ever discussed this? Приходилось ли вам в вашей занятой геометрии когда-нибудь пытаться доказать такую очевидную вещь? Писно у нас есть прямая, которая проходит через, пересекает одну и стороннюю угольник, и продолжение другой стороны, тогда третью сторону, она самую сторону пересекает, а не продолжает. Приходилось ли вам в таком виде? Нет? Не пытается. Ну, я даже не знаю, стоит ли это заниматься, потому что дети до 16 еще не играют. Слишком очевидное утверждение, чтобы его доказать. Я вам объясню. Чтобы доказывать такие утверждения, нужно четко знать, как бы, все, из которого мы исходим. То есть, во всех наших доказательствах, некоторые вещи мы принимаем даже незаметно для себя на веру, и очень понятно, что они выполняют все эти реализации. Но иногда вот эти вот вещи, которые мы принимаем на веру, они будут считать немножко в операцию. То есть вот, вот здесь вот эти методы. Тут продолжение на стороне. На самом деле, я говорю, важно для нас быть уверены на стороне, а иначе не проявим доказательства. Как-то мы надо бы это доказать. Но для этого надо сказать, на что? Опираться. Так вот, есть такая теорема. Она так и звучит. Она называется теорема Паша. Паша. Теорема, это же было ее затеркнули, по-моему. Опять же, как теорема. Что если прямая пересекает, проходит через внутреннюю точку на стороне и уходит, то она пересекает ровно одну из двух других сторон. А третью уже на продолжение. Вот. И не проходит. Не сказано, что она через вершину не проходит. То есть, ну как бы это практически как аксиом. Три, что ли, прямая, можно пересечь только две стороны треугольника. Ну смысл какого? Вот мы, допустим, из бесконечности пойдем прямой ногой. Топ-топ-топ-топ. Мы пока вне треугольника. Потом подходим ближе к треугольнику. Оглядываемся. Делаем. Вот треугольник. И потихонечку мы его заходим. Это одна точка. И этап. Потом первый. Топ-топ-топ-топ-топ-топ. Дошли до стены. До второй стены треугольника. Значит, раз придем без сеты, то мы с треугольника вышли. Правильно? Если бы мы в конце концов, вот когда мы уже далеко пойдем, ясно, что мы уже с треугольником идем. Потому что треугольник маленький, а плоскость большая. Значит, в начале нашего пути мы были за треугольником, где-то в Лиссабоне. А треугольник у нас на Абрине, например. Вот мы из Лиссабона идем в город. Через Абрине. Значит, раз. Зашли, молодые, треугольнички. Вышли, все больше мы займем. То есть мы пересекаем его границу два раза. У него всего три стороны, и каждую сторону мы пересекаем один раз. Либо мы вообще не пересекаем границу, тем пересекаем два раза. А третий раз это уже будет на продолжение. Если бы мы три раза пересекли треугольник, то мы бы зашли в треугольник и там останемся. Понятно? Каждый раз, когда пересекаем, мы не забудем внутрь и треугольник. Ну вот, можно так объяснить, но это все равно непосредственно. Потому что, вы знаете, должна опираться на определенные чемки. Понимание, для чего мы искусствуем. Для чего мы искусствуем. Ну вот, есть еще такое доказательство. Которое по другому рукам. Ну, в доказательстве есть опираться на другую. Можно опираться на точку. Любая прямая. Делит плоскость до трехового плоскости. На две части. Если у вас две точки находятся в одной части, то этот отрезок что? Целиком лежит в этой части. Не пересекает. Если в разных частях, то отрезок пересекает. Вот если мы возьмем нашу прямую область, то знаете, плоскость у нас две области. Так. И у нас три точки. Из этих трех точек либо все три в одной области, либо две в одной, одна в другой. Если две в одной, а одна в другой, то та, которая в другой, отрезки из нее выходящие будут пересекать. Потому что в разных плоскостях. А у этих не будет, потому что они с одной стороны. Ну вот так вот. Но все равно, если мы назовем вот эту аксиму, которую еще... Ну, вообще я не могу вам объяснить, я думаю, что это достаточно. Ну, здесь можно такая, в связи с этим такая есть задача. Вот, давайте сделаем маленькое облечение. Допустим, у нас есть 13-й уголок. С этой информации. Если способа, то джоя лая, вич ми из олога шариша. Можно ли провести такую прямую, чтобы она пересекла все стороны 13-й угольник? Ну, мы можем такой подобрать 13-й угольник, чтобы прямая пересекла все его стороны. А он если бы она не в этом будет тогда? Да. Ну, так. Ну вот... Парамеров нет Emer conシers related? Нет. Нет, конечно же или нет. Да. В шамurе можно... Принформирование так? Угу. Парамерем — парамерем — вершины. Так что gä mulheres сделали прямой. Допустим, это верх? И у нас на прямой, будет значит, чернаяuw еслисть. А с другой тогда — четкой. Угу. Вот � przede перед�에. На могу classed. Если занумеровать вершины нашего многоугольника, допустим, пересекать, когда каждый раз, когда мы по стороне проходим, мы пересечем прямой, попадем на другую руку. И меняем черт. Да. И меняем черт, да, на этой вершине. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. И тринадцатая, где-то, значит, вверху. Там же для 1. Ну, получается, что сторона 1-13 не пересекает. Хорошо. А если 4-м, я думаю, нет, и пока она. Вот, я не могу. Кэнди Джон. А он должен быть выпуклый? Нет, он должен быть. Так вот, выпуклый есть прямая пересекатель по 2 раза. Поэтому, понятно, да? 4-м, когда можно было более, не было? Можно, не было. Тогда принимаем, а потом будет чуть-чуть. Нет? Да. Хотелось бы очень интересно. Да. Хорошо. А можно так сказать, что выпуклого схода на эти чертуты я сделал? Что столько две, как показатель? Да. 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 Again, you have to define, what is it called, and actually, a convex polygon, one of the definitions of a convex figure, одно из определений выручной фигуры, do you know, что любой отрезок соединяющей дверью мужчины лежит внутри этого. So you can prove, there can be only two. Very often, it surprises to know the definition to prove, I say, очень часто достаточно знаний определения, чтобы показать театр. In this piece, the definition of convex is, if you have any two points in this different polygon, then the entire segment is inside. So, if we take a line and mark all the points where the size meet this line, they take the extreme points, the surface, возьмем две крайние точки, как в сторону, и пересекаем прямую. Угру. This point belongs to the point. So, the oldest segment must belong to the point. So, there are no other points. Так что, угру, прямая, сейчас только две стороны. И, конечно, наши примеры, мы можем взять эту нюанс. Окей, so, so, we have to change the меняландская. There's one more. One more, yeah. One more, yeah. We can.